Реализованная версия алгоритма показывает уже неплохие результаты в плане производительности. Тем не менее, данный алгоритм можно реализовать еще эффективнее, если заметить, что все ключи в нашем эпе являются целыми неотрицательными последовательными числами. Поэтому для запоминания ранее вычленных результатов можно вместо stdNorderedMap использовать stdVector. Итак, нам понадобится теперь stdVector вместо stdNorderedMap. Нам нужно не забыть предварительно выделить вектор нужного размера. Алгоритм остается без изменений. Компилируем. Проверяем, что программа работает. И измеряем время работы. Для этого используем n, равное 3 миллиона. Видим, что программа теперь работает 10 миллисекунд, что примерно 35 раз быстрее, чем предыдущая версия программы, которая использовала stdNorderedMap для каширования. Соответственно, этой программой можно достаточно быстро вычислить. По модулю того, что у нас все числа Fibonacci вычисляются в целом типе, который не может их вместить. И 30 миллионное число Fibonacci меньше, чем за 100 миллисекунд. Продолжение следует...